Друзья мои, всем привет! Продолжаем работу по балкону, а именно утепление балкона и нанесение декоративной штукатурки караэт. Как вы видите, за моей спиной мы уже отштукатурили стены декоративной... Нет, мы уже отштукатурили стены штукатуркой Акстон. Акстон штукатурка вот такая. Приобретали мы ее в Леруа Мерлен. Но перед тем, как наносить эту самую штукатурку на стену, нам нужно убрать глянец с экструзии, который у нас на стене. На потолке мы ничего не стали делать, потому что там будет натяжной потолок. В общем, чтобы убрать глянец с экструзии, нам нужно использовать любые грубые абразивные шкурки. Можно использовать рубаны для гипсокартона, либо любое другое приспособление, которое снимет глянец с поверхности. Это нам нужно для того, чтобы штукатурка более плотно приклеилась к нашей экструзии. Если мы этого делать не будем, то со временем просто эта штукатурка у нас может отслоиться от экструзии. Далее мы наносим штукатурку на стену. Только штукатурку на стену. И после этого вот эту вот сетку фасадную мы топим в этой штукатурке. Ну и после уже, в общем, выравниваем это все вот так, как у нас. Даем это все просохнуть, потом убираем ненужное, грунтуем. И уже после приступим к нанесению декоративной штукатурки Гараетте. В общем, такие вот нехитрые действия нам нужны для того, чтобы сделать из балкона конфетку. Работаем дальше. Делаем такую вот грубую поверхность с помощью обычной шкурки грубой. И после мы это все пропылесосили. И теперь будем наносить штукатурку с фасадной сеткой. Нет, он не хватает, он же метровый. Нам нужно отрезать его, в общем, по длине от потолка до пола. А потом сюда вот будем кусочек вставлять. Тоже такой же длины, потому что вот оттуда потом пустим все туда вот. Сейчас займусь я вот подрезкой. А ты пока нанаси штукатурку. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок как видим у нас все тут уже высохло по плотности мы не можем пока ничего сказать но если вот так вот пальчиком поковырять она немножко шкраблится но в этом нет ничего страшного сверху мы нанесем грунтовкой она у нас станет более жесткой после того как уже мы загрунтовали немножко может где-то зашкурим мы будем носить декоративную штукатурку карает так вот в общем у нас все все стены мы аж у которой этой штукатурочкой здесь мы делали все без сетки потому что здесь у нас монолитная плита а вот это у нас экструзия вот тут даже видно небольшие швы от нее и вот пятачки от грибочков так здесь тоже у нас под окошком такая вот импровизированная стенка собралась здесь сверху у нас будет подоконник здесь тоже будет подоконник а вот эти вот обе части у нас будут обрабатываться декоративной штукатуркой карает на потолке как я говорил уже у нас будет натяжной потолок с точным освещением да и вот здесь вот здесь у нас будут находиться батареи здесь нас внизу теплый пол он стоит термодатчик и здесь у нас выключатель и розетка в общем все это в комплексе будет выглядеть отлично и можно будет здесь уже зимой спокойно находиться пить чай либо кофе и наслаждаться видом из окна да не очень приятный вид ну ладно в общем двигаемся дальше итак замешиваем декоративную штукатурку карает если вы никогда не пользовались и не знаете как это работает сначала возьмите небольшой кусок гипсокартона либо небольшой участок стены для того чтобы в первый раз попробовать испытать а потом уже беритесь за дело на большой площади сергей валерьевич скажите пожалуйста наш по ощущениям как это декоративная штукатурка себя ведет очень плохо наказать ее надо наказать наказать ну что у нас там в этой декоративке есть у нас в этой декоративке полно всякого мусора вот вот этот шарикообразный мусор комковидный вот за счет него в общем будет и образовываться такая вот караедная структура фактура даже при замешивании ощущается как вот там есть какая-то гранулированная песочная масса с помощью чего и достигается этот эффект караедства простите за штавтологию другого я просто сказать я предлагаю что сделать от моего нанесем на всю поверхность да и сделаем вертикальный горизонтальной и круговой а